Насколько корректно обсуждать сексуальную ориентацию в ходе заседаний комитета? Вообще на заседаниях комитета необходимо обсуждать только вопросы повестки. Это приоритет, и повестка утверждается изначально. То, что вы сейчас говорите, я таких вещей сегодня на комитете не слышал. А вот то, что я и все увидели, безобразное поведение определенных коллег, которые даже не являются членами комитета из фракции КПРФ, к сожалению, это факт. Причем с оскорблениями, что-то они услышали, что-то им показалось. Это фактически с провоцированием драки. Мне кажется, что если мандатная комиссия ЗАГСОБРАНИ займется этим вопросом, да и в принципе депутат Седов посчитает, что необходимо этот процесс как-то сопровождать по защите права чести и достоинства, что у него есть все шансы, значит, этот процесс на большой вывод. Если он посчитает. Но то, что всегда нужно держать себя в руках и не допускать вот таких вот вещей практически, как и практически рукоприкладство, это факт. Некрасиво. Скажите, пожалуйста, ну просто со стороны Седова в адрес Гебадзинову было сказано, что он, в отличие от него, не является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации. Я не слышал таких высказываний, подчеркиваю, да, есть аудиозапись, у них есть право это посмотреть. А вот председатель комитета ввел заседание, пытался ввести в рамк повестки, да, но, к сожалению, коллеги, о которых вы говорите, в том числе и Арат Миросихович Гебадзинов, постоянно его прерывал, постоянно пытался, значит, высказать свою позицию, причем позицию с оценками, с оценками, начиная, так сказать, от некоторых коллег, заканчивая, значит, Единой Россией, как всегда у него это бывало. Вот, ну, это, наверное, их позиция, вести себя так, как они себя верили.